коллеги доброго дня всем еще раз я сначала с вашего позволения сделаю несколько буквально вводных слайдов для того чтобы мы представляли о чем будет собственно вестись разговор и собственно как это устроено будет внутри а дальше я просто вживую покажу несколько примеров и естественно дам ссылки о том как связывать клик с возможностями расширения аналитики давайте с места в карьер чтобы немного было слов больше у нас времени с вами осталось на вопросы и ответы коллеги мой экранчик виден я так надеюсь дайте пожалуйста обратную связь кто может иван может быть прокомментируйте виден отлично тогда буквально пару слов о том собственно как мы видим интеграцию с инструментами расширения аналитики для того чтобы у нас была общая терминология затем как я говорил вживую просто покажу расскажу что у меня где как установлено что я как показываю с чем я работаю буквально пару слов естественно мы понимаем что существует огромное количество сценариев где мы говорим не только об интерактивной аналитике но и где требуется функции различные рода и машинного обучения и предсказания там это огромное количество сценариев и существует достаточно большое количество заказчиков которые так или иначе пользуются всеми этими вещами я здесь не буду долго на этом останавливаться понятно что вы производственной компании занимаетесь продажами и финансы и самые различные области деятельности у вас в компании сконцентрированы поэтому это все к вам применимо и когда мы с иваном как раз говорили о подготовке этого семинара мы говорили о том что вы точно также уже используете какие-то инструменты например тот же язык питон для создания своих собственных кастомизированных алгоритмов подготовки данных и собственно выискивание из них каких-то интересных вам закономерностей поэтому эти вещи естественно можно применять и в клик с точки зрения того как мы это понимаем да понятно что вы к этому уже тоже пришли но чтобы опять же выровнять ожидания было четкое понимание почему в клик появились те или иные возможности старый вариант взаимодействия с данными предполагал что основные вещи делают именно специалист по работе с данными на бизнес аналитика возлагается интерпретация данных ну а пользователь собственно просто уже готовой интерпретации воспринимает и на основе них действует очевидно что сейчас это все поменялось вот в такой вариант или меняется в такой вариант когда максимальное количество вещей отдаются на уровень пользователя если может быть пользователю и не предоставляется там какие-то супер технических возможностей по настройке и созданию сложных алгоритмов, но, тем не менее, вся логика заключается в том, чтобы пользователю предоставить свободу выбора как в вычислениях, так и свободу выбора в интерпретации данных. При этом очевидно, что с точки зрения инструментария хотелось бы, позволяя пользователю конечному использовать более широкие функции расчетов, машинное обучение, те или иные расчетные движки, тем не менее, сохранить, как я говорил, для пользователя предельно простой уровень взаимодействия с данными. То есть, если мы говорим о том, что кто-то создал какой-то машинный алгоритм, который классно считает какие-то показатели, и они могут быть полезны для принятия решения, тем не менее, хотелось бы, чтобы на уровень пользователя расчеты эти выводились на простом уровне, а не заставляли его погружаться в технику. И вот именно в этой концепции двигается клик, то есть, с одной стороны, забегая чуть вперед, мы с вами увидим любые расчетные какие-то функции, например, того же языка Python, использовать в ваших приложениях, как и в сценарии загрузки данных, так и в объектах результатов, я это покажу. Но, тем не менее, основной акцент заключается в ориентации именно на конечного пользователя, то есть потребителем всей этой информации так или иначе все равно является пользователь, потому что он участвует в принятии решений на основе этой информации. Это важный акцент. Именно на основе этого акцента развивается вся идея интеграции. Какие есть вообще возможности расширенной аналитики? Если мы говорим о клике как есть в том виде, как он сейчас есть, я, естественно, сейчас упоминаю продукт ClickSense как флагманский продукт клика, который мы рекомендуем использовать во всех новых проектах, во всех новых задачах, связанных с обработкой данных и использованием их в аналитических сценариях для конечных пользователей. Но, тем не менее, в принципе, вот эта тематика, которую я сейчас буду сегодня раскрывать, она применима и к ClickView. То есть вот эти расширенные возможности взаимодействия с движками сторонними и использования их в вычислительных возможностях, возможно, и в ClickView. Просто это может быть удобно, менее наглядно, ну, в силу того, что ClickView более старый продукт, но, тем не менее, идея применима к более старому продукту. Итак, у нас есть в составе клика достаточно большой набор встроенных функций, которые позволяют что-то считать, как-то считать, и, в общем, список этих функций достаточно большой. Те, кто работал активно с кликом, знают, что он покрывает, ну, как минимум, процентов 70-80, а то и 90 расчетных задач, с которыми сталкивается большинство аналитиков в классических сценариях. Понятно, что такое количество функций, их процент достаточности снижается там до процентов 70, если вы начинаете использовать какие-то расширенные инструменты, например, того, что сейчас популярным является машинное обучение, какого-то прогнозирования, при использовании каких-то специализированных алгоритмов, там, где требуются специализированные какие-то статистические расчетные функции математические. Для таких сценариев как раз клик не напихивает в встроенный движок готовые функции, хотя этот движок все равно продолжает развиваться. Те из вас, кто следит, например, за развитием клика, знают, что, например, в сентябрьском релизе в состав клика, в состав движка были включены готовые функции кластеризации, хотя раньше ради этого, например, приходилось использовать какие-то сторонние движки. Тем не менее, и сейчас, и ранее, в составе клика возможно использовать то, что называется серверное расширение. Это инструмент, встроенный в состав Кликсенс по интеграции с любыми сторонними движками. Я об этом чуть более детально буду говорить. И отдельный прелесть заключается в том, что все эти вещи интегрированы в компонент, который внутри клика называется Augmented Intelligence, некий движок дополненной аналитики, когнитивный движок. Это то, что, опять же, уже работает сейчас в Кликсенсе. Если кто-то не знаком с Кликсенсом, я просто буквально в виде двух слайдов напомню, что это такое. То есть это фактически движок, который смотрит на типы данных, смотрит на размеры данных, смотрит на то, как данные взаимосвязаны, и, пользуясь ассоциативностью самой модели клика, дает рекомендации, дает идеи, набрасывает идеи пользователю и на тему того, как данные взаимосвязаны, например, подсказывая, сколько сейчас данных у него вышло из его рассмотрения, исходя из того, как интерактивно пользователь их выбирает. И точно так же может, собственно, предлагать какие-то оптимальные как способы создания модели, ну, собственно, связывания данных из разных источников, так и рекомендации по созданию каких-то диаграмм. Ну, собственно, все те, кто из вас когда-нибудь пытался в Кликсенсе создавать хотя бы простенькие приложения и создавать какие-то первоначальные диаграммы, видел все эти вещи, плюс ко всему движок является самообучаемым в том смысле, что если этот движок используется на сервере, то пользователи, выбирающие те или иные объекты визуализации, которые им предлагают движок для наиболее оптимального с точки зрения Клик-представления данных, и, собственно, выбирая какие-то функции расчетные, применимые именно к вашим мерам, вашим измеряемым показателям, Клик их запоминает, и в дальнейшем уже пользователям, которые задают те же самые вопросы о рекомендациях в отображении тех или иных данных, он эти диаграммы уже предлагает на основе обучения от предыдущих пользователей, то есть на основе тех настроек, тех диаграмм, которые они делали в процессе вот этих рекомендаций, создавая свои какие-то представления, свои какие-то дашборды. При этом, что приятно, ну, такое небольшое отступление, но что приятно, что этот, например, Insight Advisor, ну, или советник по наблюдениям по-русски, он имеет возможность и общения на человеческом языке, в частности, до сентябрьского релиза, если кто-то, опять же, следит за продуктами Клик, может быть, помните, был такой продукт, который назывался Click Inside Bot, это, собственно, реализация клика интерфейса человекоориентированного, когда пользователь имел возможность, например, на мобильном устройстве или на каком-то доступном ему устройстве общаться с движком Клика человеческими словами, задавая человеческие вопросы. И почему я об этом сейчас отдельно еще говорю? Потому что с сентябрьского релиза русский язык стал одним из четырех языков, помимо, ну, собственно, английского, который был добавлен в возможность этого общения. Сейчас пока такое общение на русском языке поддерживается для версии Клика, размещенного в облаке, Click SaaS, Software Service. Собственно, в ноябрьском релизе подобный же функционал и возможность общения на русском языке появится встроенным и в он-премесной редакции, то есть то, что можно развернуть внутри вашей организации на платформе Windows. Так что просто рекомендую с ноябрьским релизом посмотреть на этот видоизмененный советник по наблюдениям и посмотреть, какой дополнительный функционал может быть в этом плане предоставлен пользователям. По поводу функциональности серверных расширений, о которых уже говорил, как мы их видим? С точки зрения всего функционала, который доступен конечному пользователю, ну, вот, собственно, на слайде приводятся примеры сценариев, для которых может быть использован ClickSense. Все, что слева, это встроенные функции, собственно, в клик, а то, что вправе здесь, с пунктирной линией, это какие-то расширенные алгоритмы вычислительные, которые, как я говорил, могут быть не присутствовать в готовом виде, в виде функций ClickSense, либо вы понимаете, что программирование, даже использование каких-то готовых функций, ну, требует каких-то сложных навыков, и вам кажется гораздо проще использовать какую-то другую язык, какой-то внешний движок, в котором при работе у вас уже есть достаточно накопленный опыт, или вы используете опыт ваших коллег, и вы хотели бы просто эти расчетные функции сохранив все возможности, как ClickSense, так и получив новые расчетные какие-то возможности. Поэтому, еще раз, если стандартных функций хватает, то можно использовать кликовские, если не хватает, то можно, в принципе, с использованием стандартного механизма серверных расширений интегрироваться с внешними движками. Click, со своей стороны, разработал как механизм Server Site Extensions, то есть это, собственно, можно сказать, коннектор или API-интерфейс, в котором можно интегрироваться, и со своей же стороны разработал два коннектора, один под язык Python, другой под язык R, как наиболее популярный для создания таких внешних расчетных статистических алгоритмов. Но, еще раз подчеркну, это именно набор API-интерфейсов, поэтому потенциально дальше будет на слайде нарисовано, что вы можете использовать этот же механизм для интегрирования с абсолютно любыми расчетными движками, взаимодействуя с кликом. Как это работает и как это, собственно, может выглядеть? Как уже говорил, механизм является универсальным. Соответственно, сами коннекторы, которые использованы и поставляются тем же кликом для ARA и Python, они доступны с открытым кодом. Их можно посмотреть, на основе них можно разработать свои какие-то коннекторы для подключения экспериментов, специализированным каким-то другим движкам, если вы вдруг рассматриваете или, может быть, уже используете их в своей работе. И прелесть интеграции клика заключается... И с кликом заключается не просто в том, что клик может передавать какие-то данные в расчетный движок, как-то получать их обратно и как-то использовать. А прелесть заключается в том, что, когда я говорил буквально на самых первых слайдах сегодняшнего семинара, о том, что задача не просто позволить технически подключить какой-то движок, а сохранить по максимуму простоту, пользователя по работе с информацией, то подразумевается, что пользователь в идеале взаимодействия интерактивной с информацией вообще не должен задумываться о том, что какая-то часть данных рассчитывается внутри клика, а какая-то часть данных поступает во внешний движок и рассчитывается там. То есть желательно, чтобы для него картинка продолжала выглядеть целостной. И как раз прелесть этой интеграции в клике заключается в том, что клик передает данные во внешний движок для выполнения над ними каких-либо расчетных операций в контексте текущих отборах пользователей. Соответственно, получается так, что если вы что-то интерактивно взаимодействуете с данными в каких-либо объектах визуализации, и сам клик вам показывает соответствующую целостную картинку во всех представлениях, во всех измерениях, во всех объектах визуализации, то точно так же эти же данные, которые вам отображаются на экране, они же и поступают во внешний движок, там, где вы вызываете внешние функции, и, соответственно, внешние эти функции рассчитывают те или иные показатели, те или иные параметры, рассчитывают ту или иную статистику тоже на основе данных, которые контекстно сейчас наблюдает пользователь. Поэтому получается, что возвращаемый результат в результате этих расчетов, он точно так же контекстно связан с всей той информацией, которую вы наблюдаете на экране. Ну, я это дальше вживую еще раз покажу, но еще раз просто особое внимание обращаю на том, что основной акцент именно на пользовательскую целостность восприятия информации, как это справедливо было для всех данных, которые обрабатывались внутри движка Кликсенса, так же это справедливо и в случае, если часть расчетов вы делаете во внешних движках. Как это происходит? Сам этап уже проговорил его, но еще раз, чтобы визуально закрепилась в голове картинка. Пользователь выбирает какие-либо данные или поиском, или интерактивно захватывает их в любых объектах визуализации, и в этом особо неоспоримое преимущество Кликсенса, поскольку такой гибкости по отбору данных интерактивной не имеет ни один другой инструмент на рынке. Каждый объект визуализации, напомню, в Клике действует по принципу, если я что-то вижу, значит, я могу это захватить и провалиться в детали, без описания какого-то, без программирования, как я хочу проваливаться в детали. Дальше, собственно, сам Клик понимает этот захваченный набор данных, и на этом множестве захваченных данных, пересчитывает, соответственно, все необходимые расчетные функции и обеспечивает для пользователя уже визуальное отображение как того, что он захватил, так и, собственно, того, с чем он работает. То есть это двунаправленный процесс интерактивной работы. Дальше, эти же контекстные данные в случае, если в каких-то объектах визуализации требуется расчет не только внутренними функциями Клика, а вы используете внешние функции, я это покажу, как это делается, то эти же данные в контекстные отправляются во внешний движок при вызове этих функций в виде параметров этих функций. Там они, естественно, рассчитываются этим внешним движком со всеми его возможностями как по написанному алгоритму, так и по скорости этого движка. Этот результат возвращается в движок Кликсенса, и, что очень важно, движок Кликсенса комбинирует эти полученные результаты, опять же, возвращая их в общий контекст с теми результатами, которые пользователь уже наблюдает на экране. После чего эта информация отображается в потенциально разных или даже в одной диаграмме пользователя так, чтобы для него сохранить визуальную целостность и, как я говорил, не грузить его техникой пониманием о том, что какие-то различные показатели рассчитываются, оказываются, в разных движках. На самом деле, такая интеграция возможна не только на уровне объектов визуализации, но такая интеграция возможна и в сценариях загрузки данных. Я это тоже просто продемонстрирую, покажу. Идея очень простая. Точно так же, если мы говорим, что у нас есть какой-то источник данных, и мы его можем загрузить в Клик стандартными средствами, то точно так же мы имеем возможность из сценария загрузки вызвать любую внешнюю функцию внешнего движка, передав ей в качестве параметров ту самую, например, одну или несколько каких-то таблиц расчетных. После обработки, соответственно, вы имеете возможность эту расчетную таблицу вернуть в Клик и, собственно, опять же, увязать с вашими всеми данными. Тем самым получается, что и при подготовке модели данных вы можете выполнять некий предрасчет данных, предподготовку этих данных, если считаете, что такая предподготовка при загрузке данных является более целесообразной, более эффективной, нежели пересчет этих данных в процессе интерактивной работы пользователя. То есть реально у вас есть выбор между двумя способами, где вы имеете возможность либо, собственно, предобрабатывать данные внешними движками при загрузке, либо обрабатывать в процессе интерактивного взаимодействия пользователя. Как и в классических приложениях Клик, выбор того места, где вы обрабатываете данные, определяется очень просто. Если какой-то пересчет данных требуется в контексте отборов текущих интерактивных отборов пользователя, то, естественно, целесообразно это делать в диаграммах в соответствии с интерактивной работой пользователя. Если же вы понимаете, что какие-то расчеты можно выполнить один раз при загрузке или повторно при обновлении наборов данных, и эти расчеты не будут зависеть от интерактивного взаимодействия пользователей, то, естественно, целесообразно их выполнять при загрузке данных с тем, чтобы не мучить и внешний движок, и, собственно, снизить нагрузку на ваше интерактивное приложение. Как это работает, например, в сценарии загрузки, если кто-нибудь будет это пробовать делать? Я просто здесь сделал этот слайд для того, чтобы продемонстрировать, как будет отличаться синтактическая конструкция, стандартная кликовская, от вызова внешней какой-то функции. Если у нас есть, например, какая-то таблица, которую мы загрузили откуда-то, неважно, из внешнего источника или в данном случае команда Resident указывает, что она загружена из оперативной памяти, но у нас в этой таблице, что важно, есть название rentals, некое название таблицы, и есть некий набор полей. Вот, собственно, оранжевеньким цветом здесь нарисованы каких-то атрибутов. То вызов внешней какой-то функции, которая приведет к обработке этой таблицы во внешнем движке, буквально выглядит следующим образом. Мы говорим о том, что итоговой таблицей у нас будет расчет неких показателей в движке R, например, score in R. Дальше мы говорим, что мы точно так же загружаем эту таблицу, собственно, результирующую в виде каких-то расчетных значений, а для того, чтобы исходная таблица, на основе которой эти расчетные значения будут получены, попали во внешний движок и правильно были переданы, и обратить внимание, идет вызов внешней функции, появляется просто синтаксисе команды extension, указывающая, что у нас идет вызов внешней некой функции, а дальше идет вызов той функции, которая, собственно, работает во внешнем движке со всеми теми параметрами, которые предполагаются для этой функции и были придуманы разработчиком этой функции. В качестве одного из параметров как раз и передается ей значение всей вашей таблицы, вот на функции передачи таблицы rentals, которая у нас сверху есть, с той последовательностью, собственно, столбцов данных, которые в ней есть. Работает это следующим образом. Когда выполняется скрипт, производится передача вот этой таблицы во внешний движок. Соответственно, внешний движок обрабатывает таблицу в соответствии с функцией, которая здесь названа script evaluation, что-то она с этими данными делает, и в результате возвращает набор данных, который сохраняется в итоговую таблицу, называющую score in R, и, соответственно, в столбец, который называется prop score. Ну, то есть некий, собственно, scoring рассчитывается в данном случае для нашей исходной таблицы. С точки зрения идеи по гибкости, мы уже это проговорили, но еще раз подчеркну, что благодаря тому, что вызов внешних функций вот этих движков может использоваться как в самом сценарии загрузки, так и, собственно, в любых объектах визуализации, то, в принципе, реально у вас есть любая степень гибкости по созданию любого какого-то заказанного решения, использованием любых заказанных функций на тех любых движках, которые вам удобны и которые вы практически используете в своей работе. Поэтому, то есть сама идея интеграции и способ интеграции, реализованный в клике, он действительно позволяет получать любую степень гибкости. Технически, как это реализовано, последние буквально несколько слайдов, перед тем, как покажу это вживую. Клик-энжин интегрируется с внешними движками с использованием кросс-платформного протокола Google RPC, G-RPC. Соответственно, это обеспечивает полнодуплексный двунаправленный режим общения между движком клика и внешним любым движком. Ну и, с одной стороны, это обеспечивает кросс-платформенность, с другой стороны, это обеспечивает максимальную гибкость во взаимодействии и незаметность, как я говорил, для конечного пользователя. С точки зрения технической настройки, я покажу, где это что-то настраивается и расскажу, как это можно сделать в вашей, например, тестовой среде, для того, чтобы вы сами попытались это сделать, посмотреть, как это выглядит. С точки зрения языка R, я просто не знаю, используется он у вас или нет. Иван, когда мы готовились к этому семинару, упоминал, что вы используете Python. Может быть, если кто-то из вас еще думает или планирует использовать R, просто знаете, что сам язык R протокол G-RPC не поддерживает, поэтому клик здесь пошел еще на шаг вперед и написал, ну, то, что здесь называется R-плагин, то есть написал дополнительную переводчик-транслятор, собственно, запросов протокола G-RPC в язык, собственно, R, сервер, R-серв, который как раз позволяет транслировать стандартные запросы по протоколу G-RPC в тот язык, в тот диалект языка, который понимается движком R. Поэтому, фактически, и язык R, и язык Python – это те движки, которые штатно, можно сказать, поддерживаются кликом в виде серверных расширений под все остальные движки, если вы захотите использовать, можно на основе имеющегося программного кода и основе имеющихся описанных подходов разрабатывать свои схемы взаимодействия. С точки зрения оптимизации, ну, буквально пару слов. Мы это сейчас увидим в демонстрации, когда я это буду показывать на реальных расчетах. Речь идет о том, что, первое, не забывайте, что когда вы интегрируете несколько движков, то общий, ну, скажем так, уровень интерактивности, который вы отдаете пользователю, который он получает на экране у себя, если вы делаете какие-то расчеты интерактивные, естественно, зависит не только от скорости работы клика, но и тех движков, в которые передаются данные при вызове сторонних функций. Поэтому, если вы хотите, чтобы картинка для пользователя была интерактивно сбалансированной, то заботьтесь, естественно, о сбалансированной производительности всех тех компонентов, которые у вас вовлекаются в эти расчеты, и, собственно, производительности серверов ClickSense, и производительности сторонних движков, например, движка Python, в которой вы выполняете эти расчеты. Это менее актуально в случае, если вы выполняете обработку данных при пакетной загрузке, в сценарии загрузки, поскольку обычно такая загрузка может выполняться без ожидания пользователям, она может, например, выполняться в ночное время, а пользователь же может пользоваться готовыми расчетами, но, тем не менее, учитывайте вот эти вот вещи. Ну, и еще вещь, связанная с встроенными функциями кэширования клика, мы это тоже с вами заметим. Поэтому, если мы говорим о вообще оптимизации движка ClickSense, то напомню, что ClickSense является единственным движком из-за таких аналитических инструментов, существующих на рынке, который умеет кэшировать не только данные, но и результаты расчетов. Именно поэтому клик очень хорошо масштабируется на большие объемы данных, исчисляемые сотнями миллионов единиц и миллиардов записей. Но единственное условие заключается при таком кэшировании в том, что вы при расчетах используете функции сет-анализа. Ну, если кто-то не знает, это, наверное, будет поводом сегодняшней встречи посмотреть, что это такое и посмотреть, чем это отличается от стандартных конструкций IF, которые обычно требуют построчного выполнения тех или иных табличных операций. А функции сет-анализа, то есть работа с множествами данных в клике, позволяет не только очень быстро выполнять вычисления, но еще и кэшировать эти вычисления. Поэтому при большом количестве пользователей, которые начинают работать с одним каким-то серьезным приложением, ну, в серьезном смысле нагрузочных характеристик, большое количество записей, сложные какие-то расчетные формулы, выполняемые, рассчитываемые как движке клика, так и внешними какими-то движками, большое количество пользователей, большое количество объектов визуализации, в которых это все считается, то благодаря вот такому кэшированию, если кто-то из вас наблюдал за кликовскими приложениями, такими тяжелыми действительно, то вы обращали внимание, что первые пользователи, которые начинают работать с приложениями, они, например, после ночной перезагрузки данных, вроде как даже менее интерактивно могут работать с приложениями, потому что на любых интерактивные отборы движок пересчитывает эти реальные данные, чтобы получить хотя бы один раз результаты. А дальше, когда с этим же приложением начинают более массово работать другие пользователи и путевые вероятности делают повторяющиеся отборы, повторяющие комбинации отборов, то движок уже эти данные не пересчитывает повторно, а берет из кэша предварительно рассчитанные данные, если на таком же наборе данных они были рассчитаны ранее для других пользователей. То есть клик это понимает, и эти же функции кэширования на самом деле может использовать и даже в случаях, если эти данные рассчитывались внешними сторонними движками, а не рассчитывались только внутри клика. С точки зрения вопросов и ответов, ну, вы их можете сейчас задавать, если хотите, если возникают какие-то, или писать, или голосом. Ну, а я потихонечку приступаю к демонстрации. Сначала я расскажу, что я буду демонстрировать и как я буду демонстрировать, и как я это вообще получил, чтобы вы имели возможность у себя это в своей тестовой среде установить и попробовать сделать, изучить более детально. Ну, а потом пройдемся просто по ряду приложений, и я покажу, как это настраивается. Можно сказать сейчас вот этот, здесь у вас бегуночек, вправо его сделайте на экране. Вправо бегуночек на экране. Вот показывает сообщение из чата, у вас бегуночек на синем экране. На синем экране. Идет показ экрана, и снизу, да, вот этот. И тогда у вас будут, да, вот его надо вправо, хорошо. Ага. Тогда будут видны сообщения из чата, и вот от Алексея уже есть вопрос. Да, давайте посмотрим вопросы. Каким образом вы разграничиваете доступ к данным для пользователей? Как предоставляется доступ к движку? При работе в GPC пользователь получит ошибки о недоступности атака движка. Существует ограничение на передачу количества данных на движок, не по коду, а в системе. Ну, смотрите, ответ следующий. Каким образом вы разграничиваете доступ к данным для пользователей? Поскольку данные во внешний движок поступают из движка ClickSense, то предполагается, что если вы делаете какие-то ограничения на данные, то вы ограничиваете эти данные инструментами самого ClickSense. Если речь идет об ограничении данных внутри самого ClickSense, то речь идет о механизме секционирования доступа, когда вы можете любому пользователю ограничить доступ на любой набор данных в любом поле, или по-другому говоря, вы можете в явном виде указать, какие конкретные записи, ну, например, какие конкретные регионы, или какие конкретные даты, или какие конкретные договора будет видеть пользователь вашей модели данных. Соответственно, поскольку Click урезает эти данные по всей ассоциативной модели, по, собственно, всей модели, сколько бы она сложной ни было, то это гарантирует, что пользователь получит доступ только тем данным, которые связаны с непосредственно перечисленными вами сущностями, например, конкретными договорами, конкретными датами, конкретными, там, например, товарами, конкретными людьми. И, соответственно, точно так же, когда пользователь открывает в итоге приложение, он, несмотря на, возможно, присутствующий в этом приложении существенный набор данных, ну, для конкретики у вас, например, есть компания Holding, да, финансовый директор Holding всего должен видеть детальную информацию как по всему Holding в целом, так и по всем дочерненьким его компаниям. А финансовый директор какого-либо дочерней компании должен иметь, ну, например, общую статистическую информацию для общей ориентации о том, как работает его дочерняя компания в Holding в целом статистическую информацию по Holding и, например, дочкам, но не иметь возможности проваливаться в детали, например, финансовой информации других дочерних компаний, к которым он не относится. В этом случае, если мы включили секционирование и сказали, что для каждого пользователя, являющегося финансовым директором соответствующей дочерней компании, мы даем доступ к детальным данным только своей, например, дочерней компании, а финансовым директором всего холдинга предоставили доступ ко всем, собственно, дочкам, то приложение у нас оказывается одно, модель у нас оказывается одна. В таблице, например, фактов у нас представлены детальные данные абсолютно для всех дочек всего холдинга, но каждый из пользователей, подключаясь, проходя аутентификацию, открывая приложение, Кликсенс будет видеть только те записи, которые связаны непосредственно с его дочерней компанией, а все остальные данные детальные других компаний ему будут недоступны. Поэтому дальше, когда он начинает, например, работать с этими доступными ему данными, интерактивно их отбирая, собственно, и, например, в тех или иных объектах визуализации, мы говорим о том, что функции рассчитываются, например, меры не с использованием встроенных каких-то функций клика, а идет вызов внешних функций, то благодаря тому, что в эти функции передаются, опять же, только те наборы данных, которые сейчас имеет возможность наблюдать пользователь, на которые у него уже были отсекционированные права, то очевидно, что во внешнем любой движок будут тоже уходить только те наборы данных, к которым имеет доступ ваш пользователь. Поэтому если мы говорим об, собственно, разграничении доступа к данным, с которыми пользователь работает уже в готовых объектах визуализации, интерактивно взаимодействует, то здесь уровень доступа определяется стандартными способами, стандартным секционированием Кликсенса. Если мы говорим о использовании сценариев загрузки, тогда, когда еще ассоциативная модель не работает, и в сценарии загрузки мы работаем с обычным ETL, с табличными операциями, то, очевидно, там уже вопрос того, какие наборы данных будут попадать во внешний движок, будет определяться вашим кодом, вашими, собственно, идеями, того, какие наборы ваших записей из конкретных таблиц вы будете передавать во внешние движки, и там вы сможете использовать стандартные операторы WHERE или какие-то другие критерии, на основе которых оценивать, какие наборы данных должны уходить во внешний движок для расчета там и возврата соответствующих результатов. Как предоставляется доступ к движку? Ну, здесь давайте я попутно уже начну, собственно, показывать, чтобы это было понятно. Значит, что у меня здесь есть установлено на моем компьютере. Мы с Иваном, когда обсуждали, в какой архитектуре вы уже работаете, технической архитектуре я имею в виду, он говорил о том, что у вас используется движок R, который работает в контейнерах Docker, и используется там ClickSense или ClickView. Соответственно, я, понятно, что не стал воспроизводить всю вашу инфраструктуру, я ее детально там не настолько знаю, чтобы ее полностью воспроизвести, ну и плюс, ну, все на виртуальных машинках у меня просто технически нет возможности все это сделать. Тем не менее, я постарался максимально близко ее воспроизвести к вашей среде. Соответственно, у меня есть компьютер под управлением системой Linux, в ней, собственно, запущен контейнер Docker с Python, мы дальше будем видеть, как он работает. Для наглядности загрузки, собственно, этого сервера, я сейчас открыл здесь стандартную утилиту Top, которая мне показывает, какие у меня сейчас сервисы запущены. Ну и у меня есть сервер ClickSense, на котором у меня сделан ряд настроек предварительно. Я сейчас просто покажу их. Значит, у меня есть менеджмент-консоль, в которой для интеграции с моим... интеграцией с моим внешним движком настроен раздел, то, что называется Analytics Connections, это стандартная функция ClickSense, раздел аналитический коннектор. И в качестве этого коннектора прописан один коннектор. Их, естественно, может быть много, у вас может параллельно несколько движков работать. Что он из себя представляет, я просто-напросто покажу свойства. Здесь все элементарно. Мы называем как-то это подключение. Это название в дальнейшем будет использоваться нами при вызове функций из этого внешнего движка, с тем, чтобы Click четко понимал, какие вызовы каких функций направлять в какой из движков, если вы их несколько используете. Дальше указывается как раз место назначения этого движка, то есть на каком сервере он работает. В данном случае это как раз машинка, которая у меня под Linux работает, ее адрес. Ну и порт, на котором в данном случае висит мой контейнер с запущенным в нем питоном, и который готов принимать запросы на обслуживание. При необходимости, у меня сейчас я это не настраивал, поскольку не ставилась задача сделать реальную среду для предприятия, а задача продемонстрировать общие принципы, то я не настраивал сертификаты. В общем случае, если вы хотите обеспечить безопасное взаимодействие, то, естественно, вы можете настроить это взаимодействие с использованием сертификатов, четко указывая, какие сервера могут взаимодействовать друг с другом. В этом случае при приеме каких-либо запросов и отправке ответов они будут, естественно, аутентифицироваться с использованием сертификатов, тем самым обеспечивая доверие друг к другу и допуская на общение друг с другом только доверенные среды. Ну и если я настроил, собственно, вот этот вот коннектор, еще раз, у меня есть контейнер с питоном, который крутится на Linux-машине, есть коннектор, который сделан внутри клика, ссылающийся на этот контейнер. Ну а чем он наполнен? Это небольшое отступление для того, чтобы вы сами это могли сделать и посмотреть. Есть на стандартном сайте GitHub, который наверняка многие из вас используют и знают, раздел, который называется Click Python Tools, созданный одним из, собственно, моих коллег-архитекторов западных. Чем интересен, собственно, этот проект? Тем, что в нем присутствуют как примеры расчетных каких-то функций, написанных на питоне. Вот я сейчас, собственно, покажу, там несколько функций есть. Также здесь присутствует несколько готовых приложений ClickSense, которые вы можете установить и которые я сейчас частично буду показывать. Ну вот, собственно, в них расширение QVF здесь есть. И на основе которых можно посмотреть и как сделаны расчеты, и как, собственно, прописаны те или иные функции интеграции. Ну и плюс здесь же есть для различных вот этих приложений исходных наборы данных. Ну вот, например, там где-то это CSV-файлики, где-то это QVD-файлики, где-то это какие-то более сложные какие-то файлики, ну и так далее. То есть можно посмотреть полностью, как бы, весь цикл, всю идею создания приложений и вызовывать этих функций как из объектов визуализации, так и из сценариев загрузки. Поэтому вот этот вот, собственно, проект здесь внутри есть точно так же описание, как его можно установить. Если вдруг будут какие-то возникать вопросы и не будет достаточно тех инструкций, которые здесь есть, то вы, естественно, говорите. Плюс, опять же, здесь есть даже ссылочки на видеоролики, где показывается дальнейшим интерактивная работа с этими приложениями, ну, то есть показывается смысл того, что в этих приложениях можно получить, с тем, чтобы вы там не просто тыкались кнопочками в непонятном интерфейсе, а могли понять, собственно, с какой целью это приложение было сделано и где там что как рассчитывается. Соответственно, наполнение этого контейнера вот этими функциями можно делать с использованием стандартного, собственно, набора команд. Я вот специально здесь даже мини-инструкцию сделал. Если она вам нужна, то вы можете, собственно, потом прислать запрос, и я вам, собственно, эту инструкцию элементарную вышлю. Соответственно, для того, чтобы минимум сделать, поставьте Linux. Ну, у меня, например, стоит CentOS. Дальше просто-напросто инсталируете сюда докеровский engine, да, стандартные команды все. Дальше стартуете докер и, собственно, устанавливаете внутрь докера образ вот этого PyTools, да, вот, собственно, который я сейчас описал, который есть в стандартном GitHub. Дальше создаете там несколько каталогов, ну, собственно, все команды есть, и стартуете докеровский контейнер со всем его наполнением, со всеми этими Python-овскими готовыми функциями. Ну, и последнее действие, которое вы делаете, это создаете вот тот самый аналитический коннектор в кликсенсе, тем самым, как бы, говоря кликсенсу, что у тебя, оказывается, есть еще некий внешний движок, находится он там-то, да, взаимодействует с ним по такому-то порту и при отправке каких-то данных в этот внешний движок используя вот это вот имя этого аналитического коннектора. Все, что ты будешь ссылаться на это имя, оно будет уходить на этот внешний движок. Это что касается настройки. Давайте снова вернемся к вопросам, которые задавали. При работе с gRPC пользователь получит ошибки о недоступности, ошибки от движка. Ну, пользователь, на самом деле, если работает с движком, и он недоступен, ну, мы можем с вами это промоделировать, то, ну, варианта недоступности здесь два. Первое, если вызов каких-то функций для пользователя делается из объектов визуализации, то пользователь не столько получит там сообщение об ошибке, о недоступности движка, сколько у него появится стандартное сообщение, свойственное кликсенсу, незавершенная визуализация, да, то есть для пользователя абсолютно неважно, почему она незавершена, то ли, собственно, не могли выполниться встроенные функции, то ли внешние функции, просто у пользователя появится сообщение о том, что визуализацию получить невозможно. Если мы говорим о исполнении внутри сценария загрузки, то, естественно, при вызове какой-то внешней функции, которую невозможно отработать, как при возникновении любой синтактической, например, ошибки, возникает критическая ошибка. Если движок недоступен и, собственно, сценарий не может выполняться дальше из-за отсутствия ответа от движка, то сценарий останавливается, фиксируется событие в лог-файлах о том, что возникла ошибка в процессе исполнения сценария загрузки. Естественно, фиксируется место, где возникла эта ошибка, чтобы вы могли в дальнейшем постфактум разобраться в изгновении этой ошибки и ее предотвратить в будущем. Существует ли ограничение на передачу количества данных на движок не по коду, а в системе? Потенциально нет, не существует. То есть все те данные, которые у вас помещаются внутри клика, которые внутри таблицы у вас могут находиться, они без проблем могут передаваться во внешний движок в тех объемах, которые, собственно, вам требуются. Единственное, что очевидно, что все это может влиять на производительность. Ну, это как бы не только кликовские вопросы, да, в любой системе. Чем больше данных, да, тем больше времени требуется ресурсов вам на передачу. Поэтому, когда я говорил как раз на нескольких вводных слайдах о том, что система, использующая несколько движков, должна быть сбалансирована, да, подразумевало, что и вы для себя сами оцениваете, собственно, каким образом лучше данные передавать. Я это дальше покажу. В частности, опять же, в рекомендациях по оптимизации на слайде было указано, что, например, используйте, я вернусь просто к этому слайду, используйте условия вычислений и переменные, чтобы контролировать момент выполнения функции. Что имеется в виду? Ну, очевидно, что по умолчанию действующие объекты визуализации в кликсенсе перестраиваются или пытаются перерасчитываться все текущие находящиеся на странице перед пользователем объекта визуализации в соответствии с его интерактивно в данный момент выполняемыми отборами. Если вы понимаете, что для пользователя какие-то расчеты будут иметь смысл не только, когда он только что-то там отбирает, да, а будут иметь смысл только при получении какого-то сочетания параметров, ну, например, он должен для расчета правильного предусмотренного вами алгоритма, как с точки зрения его правильности, так и с точки зрения быстродействия, выбрать какое-то количество периодов, например, да, какое-то количество, например, там договоров, да, в соответствии с которыми эти товарные группы там отгружаются, да, и вы понимаете, что рассчитывать, перерасчитывать ваши внешние функции имеет смысл только при выборе и периодов, и товарных групп, и, собственно, каких-то договоров, то вы имеете возможность указать правила поведения, говоря, что для пользователя будет выполняться передача данных для расчетов и выполняться расчет во внешнем движке, не как только он последовательно отбирает даты, потом, собственно, выбирает товарные группы, а потом выбирает, например, договора, а вы сначала что делаете? Вы отключаете расчет в объекте визуализации, переменные настраиваете вот это вот условие вычислений, и это условие вычислений становится истинным, то есть активирует вычисление только тогда, когда у вас либо выбраны нужные вам комбинации, там, периодов, например, там, товарных групп и заказчиков, либо вы просто говорите, активируйся, это когда будет нажата определенная кнопка. Я дальше в качестве примера несколько интерфейсов таких покажу. И получается, что для пользователя, если вы понимаете, что вы работаете с большими объемами данных, но вы не хотите их гонять во внешний движок на каждый чьих пользователей, на каждый какой-то отбор, а ждете, пока он отберет некую совокупность параметров, на которых нужно выполнять расчет, вы можете, собственно, сначала этот расчет отключить, дальше дождаться, пока он выберет нужные вам совокупности параметров, и либо оценивая то, что он выбрал, либо по нажатию кнопки активировать этот расчет, только после этого момента те данные, которые в текущую выборку пользователя входят, будут отправляться во внешний движок и, соответственно, пересчитываться там. С той скоростью, с которой, естественно, возможно передача и по каналам связи, и с той скоростью, с которой возможна обработка вашим внешним движком. Внешняя интеграция только через gRPC. Ну, скажем так, на самом деле механизм сервер-сайт-экстеншенс, он позволяет интегрироваться не только через gRPC, он позволяет потенциально интегрироваться и другими протоколами. По большому счету, с точки зрения обмена данным с движком Кликсенса, вы можете обмениваться с использованием стандартных JavaScript API. Просто если вы хотите более быстрый обмен данными, и если вы говорите о стандартных каких-то механизмах, которые заложены самим еще Кликом, помимо вот таких высокоуровневых JavaScript API, еще и реализована интеграция на уровне протокола gRPC. Потенциально вы можете использовать и просто JavaScript API с любым абсолютным инструментом, который он точно так же поддерживает и придумывает, может быть, даже свои какие-то протоколы. То есть gRPC или JavaScript – это стандартные, собственно, просто те вещи, которые заложены в движок Клика. Еще вопрос. Как обеспечивается работа Кликсенс, подключение к источникам данных, внешним движкам, обработки в контексте доменной учетной записи? Здесь ответ очень простой. Когда мы говорим о передаче каких-то данных во внешний расчетный движок, предполагается, что Кликсенс передает эти данные во внешний расчетный движок в контексте того пользователя, который работает с этими данными. То есть еще раз, на самом деле, это частично тот вопрос, который я уже проговорил в качестве ответа на вопросы Алексея. Если мы говорим, что пользователь у нас работает с графическим интерфейсом, то есть две, может быть, ситуации. Графический интерфейс, имеется в виду уже конечное интерактивное приложение для пользователя и сценарий загрузки. Два разных сценария. Если мы говорим о графическом интерфейсе, то доступ пользователя к данным определяется моделью и при необходимости использованием секционирование доступа. Поэтому те данные, которые передаются во внешний движок, они передаются только в контексте пользователя, те данные, на которые у него есть доступ. И очевидно, что мы просто передаем эти данные во внешний движок вот на основе того подключения, о котором я говорил, который мы прописали в Кликсенсе, в расчете на то, что этот движок эти данные поймает, переработает и вернет нам просто результат. Дальше при передаче уже мы ничего не анализируем. Мы просто передаем в движок только те контекстные данные, на которые имеет доступ ваш пользователь. И, очевидно, получаем результат, рассчитанный на этих данных. Если же мы говорим о сценарии загрузки, то в сценарии загрузки, как таковых, никаких пользователей индивидуальных у нас еще нет. То есть у нас сценарий загрузки – это сущность, выполняемая серверной учетной записью. Собственно, планировщик от имени серверной учетной записи выполняет эту загрузку. Поэтому, собственно, до пользователей там еще и до интерфейса не доходит. Никакие пользователи в этот момент еще не аутентифицируются. И поэтому доступ к источникам данных в процессе выполнения сценария загрузки определяется доступом учетной записи сервисной, от имени которой работает планировщик на вашем сервере ClickSense. Если что-то не ответил на вопрос, либо голосом, может быть, его перезадайте, либо деформулируйте. Надеюсь, что ответил. Итак, я просто покажу живую, собственно, несколько примеров работы моих приложений с тем, чтобы мы с вами могли посмотреть, как это работает. Ну, во-первых, как я говорил, подключение у меня создано, вот это, собственно, Connection, да, PyTools. Мы дальше будем это видеть имя в вызове тех или иных функций. И я просто демонстрирую несколько наших аналитических приложений. Я не стал все эти приложения загружать, при необходимости вы можете сами их посмотреть как раз на GitHub. Я еще раз открою ссылочку вот здесь вот, собственно, в этой теме, да, и все эти приложения, которые я сейчас буду показывать, там есть, и вы сможете с ними поиграться, изучить их более детально. Соответственно, первое приложение достаточно простое. Что у нас здесь есть? Здесь в этом приложении рассчитываются кластеры. То есть, если посмотреть на те диаграммы, которые у нас здесь присутствуют, это информация о инцидентах, связанных с фиксацией событий в полиции на основе открытых данных. И в качестве функций, вызываемых внешним, для внешних, из внешних движков используются функции кластеризации. Ну, собственно, этот пример как раз делался до сентябрьского релиза ClickSense, пока в нем не появились встроенные функции кластеризации. Поэтому как раз если мы хотели получить динамическую кластеризацию для расцветки или для разбиения на какие-то группы, имеющиеся у нас информации, нам можно было, вернее, в ClickSense приходилось использовать какие-то внешние движки. Что здесь есть? Я просто показываю настройки, чтобы было понятно, как что работает. Ну, во-первых, у нас есть, например, вот эта вот диаграмма. Если посмотреть на сами данные, то обратите внимание, расчет функций, ну, они здесь засунуты в стандартные меры, я просто покажу. Расчет функций выполняется стандартными функциями клика. Тут можно не особо гадать, какие вычисления делаются. Если кому-то захочется потом более детально с этим разобраться, ради бога, можете покопаться в этих функциях. Но видно, что здесь в функциях используются просто стандартные функции клика. Здесь как бы ничего внешнего нет. Все вот эти вот меры, они являются стандартными. Определенные цвета какие-то, еще что-то. Но если мы говорим о том, что мы хотим эти стандартные рассчитываемые меры и измерения кластеризовать, кластеризовать визуально, то обратите внимание, здесь как раз на уровне, например, вида диаграммы на уровне цвета настройка сделана выражение. И если посмотреть на это выражение, то вот как раз, обратите внимание, идет вызов функции кластер из движка нашего питоновского, заразвернутого в контейнере докер, в котором передается, собственно, значение измерения, в данном случае значение конкретного региона, по которому мы будем кластеризовать. Дальше кластеризуется он по мере, то есть в качестве второго параметра передается сумма инцидентов, возникшего в этом регионе. Поэтому обратите внимание, как можно комбинировать вычисления. По сути, я понимаю в идеологии клика, что и как я хочу считать. В данном случае, говорю, у меня есть измерения, это мои регионы. Дальше мера, которую я считаю внутренней функцией самого клика. То есть я понимаю, как я их считаю, в данном случае суммирую количество инцидентов. И эту сумму инцидентов по каждому региону я, собственно, передаю в качестве параметра функции кластер, но еще при этом могу задавать дополнительные какие-то параметры, свойственные этой функции. Я уже сейчас детализировать не буду. Если захотите, можете там покопаться, посмотреть, какие параметры имеют внутри себя функции. При этом, обратите внимание, если я ручками пишу, собственно, какие-то функции, понятно, что если я пишу кликовские функции, то мне кликовские функции предлагают. Если я пишу функции моего питона, то я, как только я, обратите внимание, начинаю набирать название моего коннекшена, моего подключения к внешнему движку, который я указал, мне тут же показывают, собственно, в контексте моего подключения возможные функции, опубликованные вот в этом моем контейнере докер, те функции, которые у меня здесь там опубликованы в питоне. И я могу точно так же в контексте выбирать интересующую меня функцию, точно так же видеть синтаксис, предусмотренный для этой функции. Соответственно, если я не помню его и не хочу копаться в документации, то я могу сразу в контекстном меню здесь это правильным образом формировать. То есть с точки зрения простоты работы конечного пользователя, ну, сделано максимум каких-то возможных действий с тем, чтобы он, используя внешние движки, мог не ломать голову о том, как это реально там технически работает, да, фокусироваться именно на понятных ему расчетах и на понятных данных, на основе которых этих расчетов должны делаться. Ну и, собственно, сейчас эта функция у нас должна пересчитывать в кластеры. Ну, попробуем сейчас в двух окошках параллельно это отображать, чтобы видно было, что у нас с вами и появляется, собственно, загрузка питоновского контейнера. Сейчас, собственно, видно, что среди первых в списке запущенных операций фактически ничего нет. Но как только я начну выбирать какие-то, например, регионы, да, какие-то, собственно, комбинации, мы тут же будем видеть, что у нас вызывается, собственно, питоновский контейнер. Нагрузка здесь не очень большая, функция достаточно простая, но, тем не менее, у меня выполняется пересчет функций. Как только я начинаю играться с какими-то данными, собственно, эта кластеризация, этот пересчет происходит на, собственно, выбранных мой функций. То есть я, что, опять же, очень важно, с точки зрения пользователя не думаю о технике, я просто взаимодействую с данными так, как это, собственно, предполагалось именно в стандартных объектах визуализации Кликсенс, а в ответ на них автоматически для меня выполняется пересчет, в данном случае, цвета тех или иных кластеров, с которыми я могу работать. Чуть-чуть более сложное приложение – это, предположим, какие-то прогнозы, да. Чем оно здесь более сложное? Оно как раз в себе содержит и более сложные расчетные функции, требующие большей нагрузки на расчеты. И плюс ко всему, как раз здесь в интерфейсе реализована та вещь, о которой я рассказывал в плане оптимизации. Обратите внимание, здесь, например, говорится, что пользователь-то может играться как угодно, но у нас есть кнопочка «Показать прогноз» или «Отключить прогноз». Если мы отключаем этот прогноз, то любые манипуляции, которые я делаю, это манипуляции, которые рассчитываются самим движком Клика. Я это просто-напросто покажу в настройках диаграммы. У меня в настройках диаграммы есть несколько мер, одна из которых, собственно, actual, да, опять же, они здесь в основных элементах находятся. Это функция, которая рассчитывается в стандартные функции самого Клика. А вот функции, связанные с прогнозами, их тут три на самом деле, обратите внимание, опять же, внимание, идет вызов внешней функции, да, функция «Пропнет», «Профит», точнее, с передачей ей периода, по которому мы хотим делать, собственно, этот прогноз. И эти функции, на самом деле, вызываются три раза для того, чтобы нам дать как прогнозную линию, продолжающую нашу, собственно, фактически данные расчетные, так и пороги, да, верхний и нижний лимит, ну, уровни доверия, то, что называется, да, доверительный интервал. Также у нас есть возможность, собственно, указывать диапазон доверия, да, то есть уровень расхождения с прогноза, с нашими показателями. И если я выбираю какие-то нужные мне параметры, я выбрал те или иные показатели, выбрал какие-то значения, может быть, еще отобрал какие-то периоды, еще какие-то атрибуты, то я могу не гонять каждый раз вот эти вот мои отборы и все, что я делаю интерактивно, подбираясь как бы к интересующей меня детализации информации, не гонять во внешний движок, а как только я, собственно, захотел получить этот прогноз, я беру, жму кнопочку «Шоу» «Показать прогноз» и обратить внимание, ну, собственно, сейчас в явном виде на моем отборе данных, что, собственно, пошло, ну, вот видно сейчас в левом здесь окошке растет нагрузка на, собственно, мой питон, ну, тут в зависимости, опять же, от способа отображения уровней загрузки можно показывать там по-разному, на скольких ядрах это загружается, там, относительная загрузка, или абсолютную, ну, вот видно, что у меня закончились вычисления здесь в левом окошке, да, и у меня, собственно, появился здесь прогноз, да, мой. Если я уровень доверительного интервала сделаю, там, собственно, поменьше, ну, там, поточнее захочу, да, у меня точно так же, опять же, начнется пересчет, да, на моем, опять же, на моем наборе данных, который сейчас выбран у меня, эти данные с учетом параметра, передающегося в виде функции, пересчитался прогноз, но уже доверительный интервал другой, да, и, собственно, оценки у меня, опять же, другие. Как точно так же, если я выберу какую-то другую комбинацию моих данных, собственно, то я увижу, опять же, пересчет на другую комбинацию данных. Понятно, что вот скорость вот этого уже интерактивного отклика здесь будет зависеть полностью от той инфраструктуры, которая у меня сейчас сделана, как каналов связи, так и, собственно, скорости работы моего движка, в данном случае, питонов, работающего в контейнере. Но обратите внимание, если я, как я и говорил, пишу функции наиболее оптимальным образом с использованием сет-анализа, я сейчас снимаю все выборки, обратите внимание, что делает клик, он фактически с учетом измененного у меня отбора, сейчас это пересчитывает, а если я сейчас все исходные мои параметры верну в исходное положение и сброшу, и результаты расчетов, вот я сейчас нажму кнопочку, собственно, сброшу уровень доверительного интервала, обратите внимание, он мне тут же пересчитал эти результаты. Если я теперь вернусь к моим оценкам, которые уже раньше были рассчитаны, вот между ними буду колебаться, видите, он не пересчитывает эти данные и не мучает мой, собственно, движок, не отправляет в него данные, а просто кэширует эти данные. То есть в этом смысле клик очень хорошо оптимизируется. Но как только я выберу какое-то значение в параметрах, которые я не выбирал, или какой-то другой набор данных, клику ничего не останется, как, собственно, перейти к пересчету этих параметров. И, собственно, опять эти данные сейчас мы визуально видим, пошли в движок питона, там пересчитываются, ну и после пересчета будут возвернуты нам в общий объект визуализации. И тем самым еще раз обращаю внимание, что внутри одного объекта визуализации для конечного пользователя мы видим общую картинку, часть из которой вот эти актуальные фактические данные. Это, собственно, линия, построенная на функциях самого движка клика и на основе фактических данных. А вот эти три прогнозные, собственно, линии, они визуально дополняют нашу картинку, но в общем случае, если даже не лазит в свойства этой диаграммы, пользователь никогда не будет знать технически, где оно как считается. Для него картинка целостная, и при этом она и остается целостной на любых каких-то отборах, которые он интерактивно делает. И для пользователя всегда сохраняется целостность и контекст, но он при этом не занимается никакой техникой. Можно было бы еще показывать другие какие-то приложения, их тут достаточно много. Я сейчас, ну, в силу того, что время у нас заканчивается, отведенное на встречу, я сейчас не буду тратить ваше время на демонстрацию всех этих приложений. Подчеркну, что если вас заинтересовало то, что я рассказал, во-первых, вы можете сами сделать подобную игру, она достаточно просто делается. Если нужны инструкции, скажите, я точно так же пришлю. Вот есть целый список вот этих готовых приложений с расширениями QEF, которые можно использовать и посмотреть. Там есть интересные приложения и по прогнозированию, и там даже по простейшим инструментам машин-ленинга, то есть есть некие обучающие модели, где показывается, как можно загрузить данные, обучив эту модель, сохранив какие-то параметры обучения в отдельной файле Киабат. Затем уже с этими параметрами обучения, например, обработать какой-то ваш массив данных и посмотреть, что при этом получится. То есть сценариев, на самом деле, здесь может быть множество. То есть все сценарии, ради которых обычно используют какие-то внешние движки типа там Python, ARA, они здесь благодаря красивой идеологии связки с кликсенсом, они остаются в силе, поэтому вы можете использовать весь стандартный функционал с одной стороны привычных, удобных вам языков, с другой стороны, все преимущества кликсенса. Давайте посмотрим, может быть, какие-то вопросы еще появились в процессе моей демонстрации. Могли бы кратко рассказать о видении создания движка приложения в виде DevTestProt. Ну, здесь, может быть, чуть более детально нужно обсудить, в чем вопрос. Идеологически, очевидно, существует два кардинально противоположных подхода. Первый, когда вы говорите о том, что, в принципе, у вас DevTestProt это среды совершенно физически изолированные, раздельные. И, с одной стороны, это упрощает жизнь, в каком плане вы говорите, ну, там, что бы ни случилось с любой из этих сред, остальные будут жить, даже если я полностью поломаю одну из этих сред. Они действительно полностью независимы. Обратная сторона это то, что сторона медали это то, что при перетаскивании ваших данных, приложений и настроек между этими средами как в процессе тестирования, так и передачи эксплуатацию вы должны, ну, каким-то образом регламентированно заботиться о передаче этих вещей. Собственно, не забывать, как это... не забывать настраивать параметры там и так далее, сохраняя их при переносе из разных сред. Поэтому по практике а, да, ну и второй вариант это очевидно создание физически одного, например, кластера, да, состоящего из нескольких узлов Кликсенса, где вы уже с использованием системы безопасности, встроенных правил безопасности и встроенных правил балансировки нагрузки описываете правила того, какие конкретные приложения будут запускаться на каких узлах в зависимости от того состояния, в котором они находятся. Ну, например, стандартными средствами Кликсенса вы можете ввести атрибутную модель и сказать, что у меня у приложения будет атрибут, который показывает состояние этого приложения, то есть он находится в состоянии разработки или в состоянии тестирования или в состоянии продуктивной эксплуатации. И в этом случае что получается? снабдив ваше приложение вот этим одним, а может быть и нескольких атрибутов, то есть там может быть достаточно сложная атрибутивная модель. Вы тем самым получаете возможность понять, а в каком состоянии с точки зрения ваших регламентов сейчас находится приложение. Как вы это дальше используете? Вы в стандартных правилах балансировки нагрузки, это тоже встроенные функции Кликсенса, вы говорите, что если приложение, например, от такого-то пользователя и в таком-то состоянии, например, там, тестирования, или разработки, или продуктива, то оно будет запускаться только на определенных узлах кластера. И, соответственно, если вы точно так же какие-то узлы кластера, какие-то сервера в вашем едином кластере сказали, что это серверы, например, продуктивной среды, а это серверы тестовой среды, а это серверы среды разработки, то вы можете один к одному их сопоставить этими правилами, сказать, что все приложения, которые находятся в состоянии тест, кто бы их не запускал, всегда запускаем только на серверах кластера, которые прописаны как тест. Все, соответственно, приложения, которые продуктив, запускаем на серверах только продуктив. Дальше еще можно это детализировать и, например, сказать, что мало того, что для того, чтобы на какую-то часть серверов продуктивных запускались только приложения, у которых стоит атрибут продуктив, так я еще и буду запускать на продуктивной среде, еще саму продуктивную среду на части поделю и скажу, что, например, там мои 5000, условно говоря, пользователей, которые пользуются не тяжелыми приложениями, но их много, я их запускаю, например, только на трех узлах продуктивной среды. А те приложения, которые запускаются какими-то экспериментаторами, аналитиками, они могут быть тяжелыми, но аналитиков может быть немного, они будут запускаться еще на двух узлах, например, моей продуктивной среды, даже если они завалят, условно говоря, своими там запросами, своими, может быть, некорректными операциями этими два узла кластера, это не повлияет на оставшиеся 3000 пользователей, которые у меня там работают на оставшихся трех узлах. То есть это все можно достаточно гибко настраивать к правилам балансировки нагрузки даже в одной физической среде. Поэтому на самом деле мы видим то, что заказчики по-разному экспериментируют. Кто-то сразу раздельные среды создает, кто-то пытается в одной среде вот этими правилами играться. Но то, что мы видим по практике, чем более масштабно начинает использоваться ClickSense, то есть чем больше, скажем так, удельный вес операции, которые начинают переноситься на конечного пользователя, чем больше растет вес операции в режиме самообслуживания, то есть сами пользователи что-то хотят делать, сами, собственно, там создавать приложения, сами их тестировать, переводить в эксплуатацию, может быть, не в масштабе организации, а хотя бы в рамках своего отдела, то тем более явно оказывается правильный подход не когда вы разделяетесь на физически разные среды, а когда вы в рамках одной среды описываете правила, в соответствии с которыми, просто изменяя атрибуты ваших приложений и назначая ответственных людей за изменение этих атрибутов, вы гарантируете, что ваши приложения будут обрабатываться в той физической среде, которая на это рассчитана. Ну вот как-то так в целом. Хотя, естественно, есть заказчики, у которых есть и комбинации. Где-то они там изолированные среды используют, где-то комбинированные среды, то есть здесь степень гибкости достаточно большая у вас. Но я еще раз прочитаю вопрос, чтобы быть уверенным в том, что я все учел в своем ответе. Дев-связь с дев-версиями, источниками, движками. Так, так, тест, автоматизированный... На данный момент пока в Кликсенсе нету встроенных функций интеграции с гитхабом или подобными там версиями версионирования. Есть партнеры, например, казахский партнер Datanomics, который тоже разрабатывает свои версии интеграции с гитхабом. Там, если не ошибаюсь, у них есть экстеншн, который в браузере позволяет эти версии сохранять на гитхабе. Пока внутри Кликсенса самого такого версионирования нет. Оно есть в планах, есть в roadmap, но пока для подобного версионирования, классического подхода по версионированию кода, приходится использовать сторонний инструмент. Ответил, Иван? Ну, вот, собственно, больше... Так, еще тут вопрос. Ага, ну, про мерч-код тоже к этому же относится. Коллеги, я больше пока не вижу вопросов. Удалось ли мне продемонстрировать интеграцию? Может быть, появились какие-то еще вопросы? Может быть, нужна какая-то инструкция? Было ли... дайте обратную связь, было ли полезно то, что, собственно, я показывал? Иван, может быть, у тебя какие-то комментарии будут? Все, спасибо. У меня программа закрыта. То, что... Показать. Все хорошо. Спасибо, Сергей, большое. Понятно. Коллеги, спасибо вам огромное тоже за внимание. Если еще раз будут вопросы, и у Ивана, и у организаторов этого семинара есть мои контакты. Ну, на всякий случай тоже отображу здесь. Все достаточно просто. Можете писать вопросы. Все, что у нас есть, буду рад помочь. Ну, вот здесь вот сейчас e-mail-адрес тоже напишу. Он простой. Это было собачка-клик.ком Коллеги, еще раз спасибо вам за внимание. До новых встреч. Хорошего дня. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok